Завод «Техноплекс» в Училах запустил вторую линию производства. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции в полтора раза до 350 тысяч квадратных метров экструзионного пенополистерола в год, сообщил директор филиала Иван Антонов. Предприятия, входящие в группу компаний «Техно-Николь», специализируются на изготовлении кровельных и гидроизоляционных материалов. Они позволяют увеличить срок службы покрытий вдвое – до 60 лет. В 2020 году прошла модернизация основной линии. В 2021 начали строительство второй. В цехе площадью 1500 квадратных метров будет работать 10 сотрудников. Инвестиции составили более 310 миллионов рублей. С запуском завода планируем увеличение производства в полуторакратном размере. Хоть сама линия не очень мощная, но она позволяет производить тонкие плиты. Это позволит разогнать основную линию, уже держать на больших скоростях. Продукция используется, поставляется в многие регионы. Это весь Урал, Сибирь, Поволжье, именно с нашего завода. А также в компании много заводов. Идет поставка по всей России из социально значимых объектов. Это аэропорт Уфа, это мост М5, Урал, это хоспис Уфимский. Сейчас компания реализует еще один проект – строительство завода кровельных гранул с объемом инвестиций 1 миллиард 300 миллионов рублей. Однако возникла проблема – на территории предполагаемого расширения находится лесная зона. И изменить границы можно только путем разработки проектной документации и согласования ее с Рослесхозом. Если два месяца на это уйдет, то через два месяца тогда приглашаем на инвестчанш. А так молодцы, предприятие всегда было очень перспективным. Технологии здесь всегда на шаг впереди шли. Ну, в общем, мы знаем ваших владельцев, знаем ваши предприятия. Естественно, всегда получали вы поддержку и так и продолжаться. Лишь бы у вас работа, зарплата у вас хорошая. Я услышал, что даже некоторые переманиваете с уголком, к айтишникам. Между тем, уже приступили к первым этапам строительства завода. Их планируют завершить в следующем году и выйти на объем производства до 50 тысяч тонн продукции в год. После окончательного завершения всех работ в 2027-28 годах мощность предприятия увеличится вдвое. Будет создано порядка 20 новых рабочих мест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова